здравствуйте друзья вы видите в окошечке моего автомобиля видите калифорнийский шторм суровый жестокий и беспощадный сейчас где-то в час дня я еду на работу в офис но еду я в час дня потому что мы отменили занятия сегодня и утренние и вечерние и дневные у нас тут как в 10 начнется так вот до 11 вечера идет ну и соответственно еду потому что есть всякие дела там технически и там резюме поделать надо и так далее вообще я очень люблю когда в офисе никого нет потому что очень хорошо работает какое-то настроение такое совершенно необычное замечательно и когда дождь идет мне тоже очень нравится во первых это редко бывает поэтому как бы в радость а во вторых как вам сказать во вторых как-то вот успокаивает умиротворяет какое-то такое настроение хорошее делается то что вы видите сейчас в качестве шторма и это как бы мелочь по сравнению с тем что было с утречка вот я проснулся часов 8 и было как вам сказать вот как из ведра что называется да сейчас так на дождичек но поскольку у меня с утра обычно я в скайпе и какие-то разговоры переговоры идут с людьми которые звонят в частности вот я недавно объявление такое сделал что там поскольку через пару тройку месяцев будет там цена приводится как бы в некоторую систему вот то в частности там связано с повышением некоторым то те кто желают могут значит там забронировать старой цены для этого нужно подключиться в skype и значит там пройти собеседование и вот у меня теперь этих собеседований в skype много вообще вы не всякие друзья как какие только разные бывают истории вот только что с товарищем беседовал одним он живет белоруссии и у него есть грин карта и он так периодически вот пойдет там в нью-йорке чем поработает потом обратно в белоруссию там ремонт какой-то делает и он учит язык то есть он учит его в минске они в нью-йорке и вот как а вот как выучить язык так сразу к нам вот в общем так вот по всякому бывает и жизненные истории там разные разные я могу вообще какой-то может быть даже роман написать вот из истории разных людей хотя у меня на роман наверное еще много всякого наберется так вот к чему я говорю что с утра беседую в частности ребята есть из онлайнового класса я начал им резюме пока делать мы не так давно начали вот 11 ноября тоже начали онлайновый класс но поскольку всегда есть те кто рвется в бой то я как бы очень люблю чтобы во время класса уже кто-то искал работу и они тогда других подзадоривают и те кто сомневается видят что можно в общем так все все не так страшно вот соответственно с девочкой беседовал из сакраменто я говорю как там сакраменто то нет дождя а сакраменто от нас два часа езды на машине если без без пробки поэтому это не то что может так ближний свет но все таки надо надо проехаться она горит михаил тут такое творится тут ливень такой был бабла и это очень здорово потому что сакраменто там уже рукой подать уже горы и в частности вот там озеро тахо и там вот эти горы и нам нужен снежок туда и под не на лыжах покататься и потом значит там водохранилище оттуда стекает это вот вот сейчас происходит то чего нам так не хватало пишут что засуха можно назвать в общем вот не выпадение осадков которые мы тут имеем ну условно назовем засухой за 1200 лет самое большое мы понимаем что никто тут 1200 лет назад наблюдение не вел но как-то люди ученые умудряются значит проверить тоже никто не может конечно в общем говорят что за 1200 лет впервые вот три года была так как были такие засушливые вот так что вот нам вот это вот вот нужно и за те годы что я тут живу вот такая погода допустим если пару недель будет в году вот это то что надо вот хватит водички на всех там ну в году это значит где-нибудь декабрь январь-февраль вот это значит осадки у нас если бывают то обычно бывают в это время если вдруг будет дождь где-нибудь в июле это я даже не знаю вот как ну это необъяснимо то есть хотя пару раз такое бывало но в общем объяснений иррациональных нет аномалия вот дождь в июле аномалии так вот это в сакраменто льет теперь значит с утра там с контрактором нашим он там должен какую работу для нас делать по строительству там по мелочи и разговор был он ехал из сан-франциско и говорит не могу из города выехать тут лужи по колено не по колено по по половину колеса вот я почему-то так коленом но в общем до середины колеса лужи нач машины стоят там проехать невозможно и вот он там жаловался это всегда так бывает когда слишком много воды вот а то еще дайте листья вот эти листья как забьют там какой-то решетку ну там да знаете водосточную и не водостокает вот я сейчас проехал как раз вам наверно не видно вот тут справа была решетка вся забита листьями хотя она была без воды без лужи так вот и живем значит что еще сказать ну я в принципе-то хотел вам показать именно разверзшиеся хляби и как они тут на нас проливаются вот дождичек камера гоупро сейчас у меня работает у меня камера еще штук пять уже я что-то даже не знаю надо начинаю сомневаться какой снимать но в общем сейчас идет камеры гауп гаупру в работе и я не очень знаю насколько капельки которые на стекле там повлияют на ее фокус да и будете видеть только капельки на стекле или будете видеть то что там за стекло не знаю ну посмотрим потом еще у меня на камере гоупро нету экрана который бы мне показывал что что видите вы то есть я и так на глаз устанавливаю но в общем то сами понимаете хотя из того что у меня на стекле значительной степени там вклад производят автомобили которые это слева справа справа нет слева и впереди с них летит водичка вот иногда думаешь вот хорошо там выходишь машина дождем помытый цель там всю ночь дождь идет думаешь классно чистенькая машинка там можно не мыть а потом выйдешь на дорогу и все на себя собрал единственно что действительно у нас дороги не грязные нет такого чтобы вот знаете как вы наверно видите хорошо вот это плечо туда справа видите что она не она не грязная здесь нет грунта здесь нет песка глины как как то так получается нет у меня объяснения этому но как факт я могу констатировать а в принципе если вы будете по улице в ботинках ходить ну-ка досуга конечно и ляжете в постели вы можете не заметить по простыне там допустим что она испачкалась довольно чисто может быть я утерирую конечно так ну для образности когда дожди идут аварии страховые компании огорчаются адвокаты которые с них бабло вышибают радуются это праздник у адвокатской братьев и дорог таковите я бы сказал не нагружена обычно в это время суток гораздо больше транспорта на дороге но просто люди меньше ездит сегодня то есть как бы откладывать на другой день школы я знаю что какие-то школы объявили что значит они занятий сегодня у них там не будет а в каких-то есть то же самое с колледжами но вот мы например сказали что нет занятий вчера мы тоже отменили вечером то есть утром еще были занятия обещали что в 10 вечера там начнется то говорили в 6 то 8 то в 10 хочу сказать что вчера ничего вообще такого не было вот было в воздухе такое знаете запашок такой был хороший свежий вот как перед грозой и ветерок так видно было что ветерку побольше чем обычно так он что-то такое в воздухе носилась если бы мы были в море в это время мы бы парус там точно значит сняли на всякий случай вот но в данном случае в воздухе носилась но с небес не пролилось вот а вот уже где-то ночью что-то такое началось не могу сказать когда ибо спал вот но проснувшись 8 наблюдал очень сильное такое очень интересно было наблюдать за нашим домом потому что мы крышу положили ровно год назад у нас новая крыша и она с водосточными этими трубами есть такая американское слово гатор гатор это вот то что снизу вдоль крыши идет вот крыши то водичка стекает и поэтому катар идет идет и вот водосточную трубу и я смотрю у нас на крыльце прямо сверху через края этого катара проливается причем вчера приходили и почистили мы вызвали чтобы нам почистили крышу там листики лежали зная что это произойдет значит вот мы почистили крышу почистили гатор это там все идеально чисто и вот смотрю проливается через гаторы а прямо через край вместо того чтобы в трубу туда уходить я думаю может быть забила трубу может быть там листер с деревьев пошибала там еще что-то смотрю нет через трубу хлыщет вовсю водосточную то что вниз идет то есть так много было воды я вот почему вам рассказывать так много было воды что она просто не успевала спокойненько утечь водосток водосток конечно не как там на жилых домах много квартир многоэтажных как в наше детство было там не знаю сантиметров 25 в диаметре нет конечно здесь он такой прямоугольный может быть где-то сантиметров 5 на 3 вот такой или 5 на 2 вот такого плана но в общем взять очень его не хватало надо на то чтобы все пропустить из него листала как положено такая вот интересная картинка будет туда-то аккуратно а то знаете как бывает самая опасная езда это когда сухо и вот первые капельки только и возникает такая как бы подушечка скользкая вот когда при торможении можно укатиться сильно ускользить так что такие дела с одной стороны конечно катаклизм погодный другой стороны настроение хорошее сейчас приду посижу поработаю костя наш админ написал мне вскайпе гэтвы если в офисе будете вы скажите хотел бы подойти там сеть нашу подрегулировать вот так что я сейчас приду а он рядышком живется придем и поработаем немножко был такой знаете советское время анекдот были шутки по поводу студента в эту имени баумана то есть считалось что там очень сложно учиться наверно так и есть проходной бал был критически низкий то есть там со всеми тройками но там как бы надо было учиться чертить в общем как бы тяжелую учебу и вот на студентами мбту имени баумана подшучиваю и вот был такой анекдот что вот студенты в эту имени баумана что он жене говорит пойду к любовницы любовницы гает пойду к жене а сам залез на чердак и чертить 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 вот так вот и я можно сказать вот иду в офис и буду там резюме писать 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 и чтоб никто не отвлекал там ни жена не студенты не звонки там ничего вот сейчас как напишу там десяток резюме вот и почувствую облегчение на душе потому что хуже нет когда человек готов резюме рассылать а резюме нету знаете описать себе кошмар он сам себе резюме сделает и начнет его рассылать это вообще ужас вот поэтому надо использовать возможность такую ну что же мы на самом деле почти приехали к нашему офису я только вот думаю может быть показать вам удастся что там происходит с парковкой потому что вот эта плаза где у нас наш офисное здание там обычно забивает когда дождик такой существенный забивает решетки водосточные и какие-то гигантские такие океаны возникают лужи такие дайте ну достойно достойно хочется показать но вот я еду еще не знаю но через минутку буквально мы там будем и живьем посмотрим да а движение конечно очень очень мало на дороге это просто ну даже рекордно рекордно мало трафика в магазин люди сейчас не пойдут знаете как бывает там кофе попить лишний раз тоже не захочешь в общем вот а у нас зеленый свет вот такие мы ребята сейчас заедем да смотрите даже у самого здания вот справа можно запарковаться что обычно в такое время нереально ну да наших студентов нет никого нет но я хочу вам сейчас лужу посмотрите будь лужа какая-то или нет ах ты смотри нету вот тут обычно вот тут обычно лужи такие вот куда я сейчас заезжаю но нет все стекает значит так друзья раз хорошие лужи для вас не нашлось чтобы показать я тогда отправляюсь чисто по работе вот по делам можно сказать производственным и мы с вами прощаемся как мы сейчас станем круто вот сюда бабах все счастливо а